Здравствуйте, мои дорогие друзья! На сегодняшнем уроке в прошлом продюсер мы с вами будем делать создавать полутоновую маску. Откроем вот такое изображение, два раза щелкаем и заходим в слои, параметры слоев. И сюда нам нужно добавить какую-нибудь маску. Жмем на плюсик, добавить изображение или видео. И выбираем маску. Вы ее сами можете создать в фотошопе или в любом другом редакторе графическом. Открыть. Вот моя маска открылась. Щелкаю по ней. Она у меня немножко не совпадает с изображением, поэтому подтягиваем изображение. Маску на все. Вот так. И щелкаем правой мышкой. Использовать как маску. Включили ее. И теперь посмотрим, чтобы у нас здесь была, с галочкой стояла, включен маскирующий слой полутоновый. Еще раз обращаю внимание, слои, параметры слоев. Теперь мы переходим, можем перейти в эффекты. Посмотрим, как это выглядит. Нажмем на просмотр. По краям, видите, как черный фон здесь. Мы его заменим сейчас. Зайдем в слайд. И фон слайда. Здесь поставим галочку и выберем какой-нибудь фон, тон нашей картинки. Я выбрала желтый. Как выбирать цвета вот здесь. Нажмите выбрать. Здесь есть пикетка. Можете щелкать в любом месте экраны, выбирать любой цвет, который вам понравится. Нажимаем выбрать. Фон у нас заменился. Теперь мы добавим сюда какое-нибудь изображение. Давайте изображение или видео. И я выберу фон для коллажей. Любой фон, какой у вас есть, или который подходит сюда, можно выбрать и вот отсюда что-то. Вот этот, зажав мышку левую, мы перетаскиваем сюда. И теперь нажимаем на стрелочку. Вот эту, которая вправо. Этот наш слой тоже будет использован теперь уже как маска. Заходим в эффекты и движение выбираем. И теперь становимся на второй слой и сделаем переход. В исходном изображении вот так кат стоит. Вот этот кадр второй. Перемещаем на середину и добавим плавный переход. Если я его не добавлю, то будет резкий переход изображения. Одно будет перескакивать в другое сразу. Видите, появилась другая картинка. А мне нужно, чтобы был плавный переход. Поэтому я нажимаю на стрелочке, увеличиваю. Можно теперь подвинуть вот сюда. И так же можно время увеличить. Еще стрелочки появились. Вот так. И посмотрим теперь, что у нас получилось. Сейчас пройдет вот это. И появилось вместо девушки другое изображение. На этом урок закончен. Всего хорошего. С вами была Зоя. Продолжение следует...